Мегабак И, соответственно, передать на переработку вторсырье. Это бытовая техника, пластик, металл, картон. Под картоном подразумевается макулатура, книги. Также можно сдать одежду старую, которая пойдет на переработку также. Текстиль и так далее. Для каждого типа отходов предусмотрен отдельный контейнер. А после весь мусор отсюда отправляют на переработку. В дальнейшем из него сделают новые предметы, пригодные в быту. Из пластика можно сделать мебель. Соответственно, из металла можно переработать, получить в новый продукт. Опять же, там слитки из алюминия можно получить. На сегодняшний день в Химках работают несколько пунктов раздельного сбора мусора. Один из них посетил председатель комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии. Сегодня 61 вот такой экопункт, то есть мегабак, программный мегабак, созданный в Московской области. Сегодня мы как раз посмотрели, что называется, начальную ступень или фазу сбора вот таких чистых отходов, которые напрямую, минуя наше КПО, поступают на переработку. Заботы о будущем экологии раздельный сбор мусора уже несколько лет осуществляют в семье Артура Каримова. Жители, чем больше будут проинформированы о том, что они могут спокойно прийти, сдать и разделить мусор весь, который у них есть в доме, сырье, которое им не нужно, где-то в сарае, в чуланах лежит. Они будут заботиться о своем городе. Проект «Мегабак» запущен в 2019 году. Его инициатором стал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Главная задача масштабной экологической программы – сохранить природный ресурс и сделать это всем вместе. Нина Липанова, Руслан Сафин. Новости Химки ТВ.